Ленин и футбол Ленин и футбол Разместились, подготовились, загримировались, переоделись, дождались конца дойки из опаздывающих механизаторов И по отмашке главного агронома начали спектакль Раз пьеса была революционной, то, соответственно, и персонажи были исторические Главным героем, конечно, был Владимир Ильич в исполнении замечательного актера Алексея Кайсотина Так вот, первый акт подходил к концу Замерший в предчувствии кульминации зал, переполненный колхозниками, поглощенными театральным чудом Ловил каждое слово великого вождя, каждый жест А в это время в маленькой тесной гримерке за кулисами кипели футбольные страсти Артисты, не занятые в спектакле и все остальные любители Ловили каждый пас, каждый финт На тускловатом экране черно-белого ветхого телевизора Шла трансляция финального матча чемпионата мира между великими командами Комментировал матч гениальный Николай Озеров Комментировал азартно, виртуозно, эмоционально Штанга, облегченно, восклицал Озеров Погоститутка В тон ему изрекал на сцене пролетарский вождь Адресуя Стротскому Политическая погоститутка Так и запишем для истогии Зрители, привыкшие еще и не к таким ласковым эпитетам Внимательнейшим образом следили за извивами мысли Ильича Живо улавливая тончайшие нюансы «Какой виртуозный финт! Мастер поистине мастер нижних конечностей!» Гвоздил Озеров в узкой коробке телевизора Телезрители вместе с ним облегченно вздыхали И вытирали со лбов мелкий пот А на сцене происходила пауза Ленин ждал чего-то Ждал волнуясь и даже немного нервничая Интересно! Почему Феликс Эдмондович молчит? Давно уже должен был позвонить Изрек наконец вождь и стал прохаживаться туда-сюда Прошел раз, другой, третий Звонка все не было и не было Ну что ж, объявил лидер мировой революции Погаботаем Подождем Подлетел он к письменному столу Выхватил из ящика лист бумаги И стал стремительно что-то записывать Помогая себе губами, глазами, бровями И всем живым лицом Декогят! Сам себе громко сказал он Беговый декогят Новой поголитакской власти Писал Ильич довольно долго Комков исписанный Рвал листы Выхватывал новые Наконец, видимо, устав писать декогят Встал он из-за стола Шагнул в глубину сцены И Повратил Ильич очи в кулисы В то самое место, где должен был находиться Помощник режиссера, дающий звонки И, к своему удивлению, обнаружил Что место Пусто Ох, какой прием Демонстрирует наш форвард Восторгался в далеком закулисье Телевизионный комментатор Почему же все-таки Не звонит Феликс Эдмундович Взволнованно И даже Слишком громко И даже как бы призывно Обращаясь к кому-то невидимому Вопрошал притихших зрителей Ленин Что-то вегаят на погое зашло Не дождавшись ответа на свой призыв Ильич повернулся на каблуках Посмотрел в другие кулисы Но к еще большему удивлению своему И там Обнаружил отсутствие присутствия Кого бы то ни было Задумался пролетарский вождь Хмуро, с прищуром Посмотрел в зал Потряс в воздухе пальчиком Как бы грозя кому-то Вероятно, политической проститутки Троцкому Заложил палец За жилет И стремительно Удалился В кулисы Зрители От напряжения Даже привстали Со своих мест Ожидая непоправимого Но непоправимого Не произошло Грянул Телефонный Звонок Затем Еще Еще Ильич за кулисами Нервно давил На кнопку Электрического звонка Вместо помощника Режиссера Владимир Ильич Раздался дрожащий голос Зрителя Из заднего ряда Вам Звонят Слышу Слышу Иду Отозвался Ленин Козликом Выскакивая Из-за кулис И с разочарованием Глядя на замолкнувший Аппарат Не успел Вот Пожалуйста Стоит на минуточку Выйти по скочному делу И он Звонит Вягоятно Это Феликс Эдмундович Подлетел Вождь К аппарату Схватил Телефонную трубку Накрутил Ручку И Откашлившись Проговорил Станция Станция Багашня Соедините меня С Дягжинским Выдержал паузу И облегченно Произнес Феликс Эдмундович Вы мне звонили Да Да Это очень Хагашо Продолжая Удерживать Трубку Возле уха Повернулся Влево Потом Повернулся Вправо Поглядывая За кулисы И продолжая Бубнить Да-да Хагашо Хагашо Это Акхи Хагашо Да Понял Проход Подача Соловьем Залился Телевизионный Озеров Предвкушая Хороший удар Еду Немедленно Еду Воскликнул Владимир Ильич Грохнул Телефонной Трубкой И немедленно Уехал К Дзержинскому В кулисы Закрывать Занавес Вздохнул Поплевал На ладони Взялся За ручку Сделал Два-три Поворота Мягко Пошел Тяжелый Занавес Скрывая Потрясенных Зрителей Гол Завопил Комментатор Гол Донеслось До слуха Ильича Из далекого Закулисья По гоститутке Пробормотал Вождь Мировой Революции И Закрыв Занавес До конца Поспешил Закулисы Досматривать Матч Субтитры создавал DimaTorzok